добрый день дорогие друзья приветствую всех зрителей подписчиков своего канала сегодня 23 октября и возможно это видео будет завершающим мои дачные будни 2021 году потому что в принципе все основные работы на участке я провела все необходимое сделала и наверное буду просто сдачи уезжать не знаю возможно приеду сюда еще если будет такая необходимость но в целом все уже сезон мой я считаю завершён вот вы здесь можете увидеть что я уже поставила укрытие на розы как я уже говорил в прошлых видео у меня получается как бы два тоннельных укрытия и остальные розочки у меня укрываются одиночно я знаю что многие сейчас могут сказать что еще тепло что рано но я не могу с этим не согласиться конечно же вот что в розы надо укрывать когда средняя суточная температура перейдет за минус небольшой согласна но это я считаю мое мнение что это актуально только для тех кто живет при своем роза и кто живет на своем дачном участке у кого нет возможности постоянно находиться рядом с розами чтобы не упустить вот момент самый момент укрытия для того для тех людей и в частности для меня я считаю вот такой вариант оптимальный розари к тому же я пока еще плотно не укрывала торцы у розария пока еще открытая закрою в самый последний момент уже когда буду точно знать что уезжаю поэтому в принципе сколько вот я уже вращаю розы всегда укрываю ну по меркам таких профессиональных розоводов достаточно рано сейчас это уже конец октября и я поставил укрытие вот совсем недавно а так я вообще укрывала бывало что и в середине октября то есть рано когда еще было тепло но у меня не было просто другого выбора и вот я хочу сказать что мне свои нервы просто важнее чем не как бы какие-то вот общие принятые правила хотя я опять же говорю я все понимаю что до правила я с ними полностью согласна но сидеть потом москве и незнанием того когда я смогу приехать и все это укрыть например если будет резкое похолодание они я не смогу приехать я конечно буду волноваться переживать и ну кому это надо как говорится здоровье дороже поэтому вот сколько вожу розы таким образом укрываю и ничего ни разу меня не выпривала в принципе ничего ни одного ни одного выпада вообще роз не было вот поэтому пользуюсь таким способом считаю она оправдана вот для таких дачников выходного дня как я так что вот это основной розарий здесь я пригнула плетистую розу фламентанс тоже она уже закрытая но еще свободно еще прорухи есть опять же ветер гуляет так что ничего страшного никакого запревания не будет так это две мои почвопокровные розочки это но вновь посаженная поля рояль с другой стороны арки клематис клематис третья группа обрезки я просто обрезаю вот так вот коротко и мульчирую перепрызшие землей с навозом и так они у меня отлично зимуют гортензии все свои я также обрезала так это было то ливана это лаймлайт клумбу с хвойными пока не укрывала лобчатки уже отсвели но они прям боролись до последнего так что здесь буду укрывать здесь буду укрывать шаровидные туи обязательно вновь посаженные верески обязательно конику тую ела риббон не решила просто пока ее связала чтобы ее не развалило снегом не решила буду я укрывать или нет но скажем так укрыть в укрытие от вымерзания она не нуждается потому что она достаточно уже большая и потом это туя западная они зимуют хорошо вот не знаю может быть еще пока она небольшая укрыть именно от весенних ожогов так ну и вот этот вот можжевельник который в этом году просто показал какой-то колоссальный рост покупала я его в обе маленьким маленьким горшочки к сожалению название не знаю но что-то такое вот видимо блю есть явно в названии потому что окраска хвои голубая и видимо это все-таки не горизонтально какой-то вертикальный что ли можжевельник потому что не стелится он видеть пошел вверх вот про него тоже не знаю буду ли укрывать или нет подумаю еще время есть это вот самый самый последний момент просто перед отъездом так барбарис кобольт что-то в этом году он мне особую окраску не сменил обычно меняет окраску такой ярко-оранжевую красно-оранжевая в этом году как-то вот он странно ну в этом году вообще много странного сейчас я еще расскажу в общем то своих каких-то наблюдениях так его хакура нишики здесь все отлично с ней так что интересно вот здесь у меня у беседки посажена астра новобельгийская и она в этом году я бутоны вижу но она абсолютно не цветет и кстати у многих тоже я замечаю такой феномен вот она посажена таким бордюрчиком и не цветет вероятно это связано с очень жарким засушливым засушливым летом и еще вот у меня тут растут такие астры которые в народе называют октябрина сентябрина и зацвели они очень поздно то есть прошлом году они уже меня цели в сентябре в этом году они только-только распустились но так как в общем-то с новобельгийская астры это примерно что-то из одного семейства то вероятно эта аномалия этим двум растениям вот как-то и присуще в этом сезоне синхронно тоже связано что-то вот очень жарким и засушливым летом так рододендрон свой уже примотала ну рододендрон это вечно зеленый опять же закрывая его нет вымерзания а от скажем так выгорание весной от весеннего солнца вот надеюсь что перезимует второй сезон у меня будет зимовать 1 призимовал отлично все деревья побелены уже вот так что все такое красивое стоит огород но в огороде что тут сидораты пока еще мороз сам их как следует не ударила полегли частично да были заморозки а частично еще стоят но в принципе не буду их заделывать в этом году пусть так уходит просто под зиму весной уже буду разбираться землей непосредственно культивировать там смотреть что что вообще останется от них после зимы так но это вот грядка с чесноком несмотря на то что тепло было чеснок не взошел ну и он я думаю что и не зайдет тоже чеснок я уже много много сезонов сажаю в одно и то же время и ни разу меня не было такого что потом сходил как многие говорят что рано сажаете у вас все прорастет ничего не прорастает все прекрасно чесноком значит по поводу что я хочу сказать по поводу вот каких-то таких вот правил до установленных я сторонник естественно научного объяснения если это правило но имеет под собой какую-то научно на какое-то научное обоснование я только за но помимо конечно вот этих правил есть еще мать и жизнь и жизненные какие-то обстоятельства условия и совершенно понятно что невозможно соответствовать всем правилам хотя я согласна надо было бы но у всех разные условия всех разные жизненные обстоятельства и семейные обстоятельства я сейчас беру в данном контексте дачников до садоводов огородников поэтому поэтому принципе я ничего не вижу страшного в том если каждый вот эти вот установленные правила будет адаптировать под свою жизнь конечно хочу только отметить не доводя до маразма потому что иногда на просторах интернета встречаются конечно рекомендация что касается дачно-садовых дел ну как бы мягко сказать просто для учебника психиатрии но тем не менее еще раз повторюсь что считаю нормальным подстраивать все вот эти вот правила под себя так что тут у меня настораживает это вот эта черешня которая в этом году все-таки мне кажется погибла либо вымокла либо манилиоз но состояние и плачевная я ее обрезала оставила пока в таком состоянии потому что вот здесь вот выше прививки где-то в один момент пошла почка но я обрадовалась что будет новый побег что она выживет но к сожалению вот видимо не судьба все таки и она погибнет но если весной она не проявит признак в жизни то я ее конечно буду удалять к сожалению это место как я уже говорил несколько раз гибло и здесь уже погибло вот это наверно будет третье дерево который погибает поэтому все больше на это место я ничего сажать не буду вероятно что-то связано просто с грунтовыми водами так ну и что так как это видео может быть последним в этом сезоне я думаю что можно подвести итоги все-таки и немножко поделиться планами что мне удалось сделать в этом сезоне запланированного что не удалось значит во первых все-таки я воплотила жизнь идея переделать вот эту вот клумбу за бани сейчас она находится под черным укровным материалом значит как я делала я пересадила все растения вот на эти две в этом году скажем так временные клумбы здесь были удалены все сорняки проложен старый картон на него была насыпана земля с перепревшим навозом слоями которая перемежалась с травой от покоса то есть слой травы слой земли слой травы слой земли периодически проливала я это препаратами для компостирования и м кай и сверху все было накрыто черной тканью агроспаном все и оставляю это до следующего года а в следующем году буду опять вот эти растения с клумб и плюс еще возможно что-то есть у меня задумки что-то докуплю что пересажу из других мест буду заполнять эту клумбу снова да и на клумбе конечно было переделана был переделана ограждение то что граждение совсем было уже плохое это раз значит второе мое скажем так мой план который был воплощен в жизнь это создание нового розария из роз мускусных гибридов вот были посажены 4 розочки здесь как и планировала в центре можжевельник вертикальный skyrocket кстати тоже еще пока не решила укрывать ли его или нет именно боюсь не вымерзания а выгорания просто пока обмотала его бечевкой чтобы не разваливал снегом но буду решать так вот был посажен новый розарий значит на данный момент я могу уже сказать что все розочки прижились потому что я вижу видела вернее перед укрытием почки которые начали набухать в принципе это говорит о том что корни заработали так что ну вот надеюсь на удачную зимовку и все таки следующем году увидеть красоту мускусных гибридов так в общем то вот это два главных мероприятия которые мне удалось сделать в этом году кстати посмотрите единственное что еще радует в эту скажем так унылую достаточно картину это барбарис golden ring вообще поменял цвет на ярко-красный вот особо хорошо стало видно это желтое кольцо по краю листа зря он называется golden ring к сожалению в этом году не получилось покрасить баню поэтому вот это мероприятие переходит на следующий год просто не хватило мне времени и ресурсов вот красить то надо потому что потому что красочка уже отлетает единственное что было сделано это были за герметизированы швы промазали резиновой краской естественно добавили паклю зачем это сделано чтобы птицы не вытаскивали паклю из швов между бревен тоже по весне это происходит повсеместно прилетают эти всякие синички они начинают вытаскивать паклю ну наверное эта проблема она знакома всем владельцам бревенчатых домов поэтому вот решили в этом году все загерметизировать но покраска уже на следующий год так что хочу сделать так сейчас не туда пошла покажу на следующем году у меня планы на вот эту клумбу вообще конечно надо переделывать загородки вот у этой клумбы и вот у этой клумбы потому что они уже тоже конечно не в кондиции но тем не менее значит после того как я рассажу эту клумбу на новую под баню здесь я хочу сделать клумбу из дельфиниумов семена дельфиниумов я уже купила вот осталось только их вырастить ну посев дельфиниумов я начну конечно же рано скажем так зимой то есть тоже возможно будет в январе один раз мне уже удалось вырастить и семян дельфиниумы какое-то время они у меня росли цвели прекрасно потом конечно вот какой-то был год и либо вымерзли либо вымокли к сожалению но буду делать вторую попытку тоже цветок конечно очень красивый так что еще хочу сделать такая безумная идея другой стороны почему бы нет вот здесь у меня возле беседки скажем так лежит две плитчики когда-то они сюда были уложены ну потому что остались вроде бы как бы здесь чтобы не было лужи да я хочу продолжить эту дорожку до главной дорожки вот из таких плиток но собственно говоря планировать так вот стану чтобы было видно планировать не значит что сделать но это уже я считаю половина мероприятия скажем так строить планы по крайней мере задачу я себе обозначу но сложится или нет это уже посмотрим как получится вот так что вот такие планы на следующий сезон конечно я уже не говорю просто посадках каких-то интересных растений что конкретно покупать я буду не знаю но наверняка что-то конечно буду покупать сажать это точно пока никаких вот таких конкретных планов нет хотелось бы мне есть такие участки до которые хотелось бы разбить какими-то растениями вероятно это должны быть какие-то наверное деревья типа лиственницы возможно клен декоративный не знаю некоторые места прям вот хочется хочется что-то посадить потому что чтобы вот разбить это пустое место потому что вроде бы по дорожке растения посажены вот есть какие-то пустые места которые также хотелось бы украсить в общем буду думать над этим также уже в следующем сезоне так друзья вот и единственно покажу ожидаю конечно я зимой нашествия мишей под розами уже норы к слову сказать сюда я клала специальные такие брикеты от грызунов отраву их уже нет их уже съели и в прошлом в прошлые выходные я нашла один трупик мышки поэтому видимо все-таки они их едят может померла потравилась ну не знаю ничего хорошего каши в этом нет потому что так здесь вот тоже был брикет я его уже не вижу его уже съели ну вот мыши 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 на полевки землеройки кто это конечно это не очень хорошо но другой стороны от этого никуда не уйти мышки с нами живут рядом жили и будут жить ну мы будем с ними бороться так ну вот наверное на этом я буду завершать свою такую прогулку обзорную по участку поделилась с вами планами текущей ситуации не очень люблю я вот эту пору конечно не люблю я вообще холод и осень не очень люблю потому что все становится такое достаточно грустненько и цвета мало солнце мало все падает но тем не менее успокаиваю себя тем что уже все надо готовиться к новому сезону сейчас пойдут закупки семян закупки пестицидов удобрений возможно какие-то еще планы появятся интересные так что не будем унывать друзья всем вам желаю все таки теплой продуктивной осени опять же чтобы зима быстро прошла чтобы не была суровая чтобы наши растения все выдержали и весной мы с ними уже в который раз с удовольствием встретились на этом я буду прощаться всем здоровья удачи и увидимся с вами в новых видео всем пока